Музыка Сегодня недельная глава Торы называется Трума, возношение или пожертвование переводится. Это исход или книга шмот 25, 26 и 27 глава. Она полностью от начала до конца посвящена созданию скинии. И вообще с этого момента и до окончания книги шмот практически говорится только о скинии с перерывом, небольшим перерывом, когда состоялся грех золотого тельца. То есть треть книги посвящена скинии. Это говорит о большом значении и мы сегодня попытаемся взглянуть с определенных ракурсов. Почему говорю с определенных? Потому что со всех ракурсов просто не удастся за это короткое время. Но что-то мне Господь вложил в сердце, я постараюсь с вами поделиться. Итак, давайте посмотрим, что говорит Тора о назначении скинии или мешкана. Это шмот, исход 25, 1, 8. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото, серебро и медь, и шерсть голубую, пурпурную, черленые, виссоны, и козью, и шкуры бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елей, помазание для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ифода и для наперсника. И акцентирую 8 стих. И устроят они мне святилище, для чего это все делается, и буду обитать среди них. Это основная ключевая мысль, которую мы сегодня попытаемся рассмотреть. То есть все вот это самое дорогое, что было тогда у еврейского народа, что было у них, самое красивое, дизайнеры меня поймут, оно самое текстурное такое, самое дизайнерское, и синее кожи, и красное, и золото, и серебро, и так далее. То есть все это было предназначено для устройства скинии, в которой Бог хотел обитать среди своего народа. И дальше все рассказывается именно каким образом. До последнего крючочка, Бог очень подробно, каждую досточку, каждый крючочек, каждую подставочку, все, каждый предмет, вот эти вот три главы, они, ну так вот смотришь, это такая инструкция, такая инструкция вот о создании скинии. И когда мы начинаем размышлять, ну зачем, ну зачем она нужна была, ну может быть для того, чтобы Бог там являл свое величие, силу и славу, там может быть такой взгляд, может быть для того, чтобы приходить туда, приносить жертвы, приближаться к Богу, это второй взгляд. Ну истина, она посередине. Это место было нужно для того, чтобы народ мог встречаться со своим Богом и иметь общение, и иметь отношения с Ним. Бог, Он выступил инициатором, как и всегда в нашей жизни, в жизни Его народа, Он выступает инициатором отношений, но Он желает, чтобы именно место встречи, оно было устроено людьми, и чтобы оно было, и чтобы люди приходили туда с чистыми сердцами, то есть с желанием приносить, и приносить самое дорогое, и они жертвовали что-то материальное для того, чтобы получить в итоге, получить нечто, что? Духовое. Итак, обитание среди народа. Бог, Он хочет обитать среди народа. Это ключевая мысль, это динамика. Давайте мы ее просмотрим на страницах Библии. Вот слово динамика, она мне как-то особенно, вот мне, хотя кажется, это все вот скинь, она стоит. Динамики никакой. Но на самом деле я увидел динамику, я постараюсь этим поделиться. Итак, динамика, вот именно вот желание Бога быть среди народа. Мы это уже с первых глав Библии, с момента сотворения человека, мы видим, что Бог желает иметь отношение со своими людьми. Он общается с Адамом и Евой, как будущим своим народом. Написано, что в Адаме уже мы были заложены. И далее мы видим, что в 17 главе книги «Брешит или бытие» Бог обещает Аврааму, что у него будет много потомков, а он будет их Богом. В этом тоже видно, что он желает быть Богом этого народа, потомков Авраама, обитать вместе с ними. И вот он выводит потомка Авраама из Египта и говорит Моисею, исход 19.4, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на рельных крыльях, и принос вас куда? К себе». Он принес к себе для чего? Для того, чтобы быть вместе со своим народом. И Мешкан, он был именно символом встречи, Мешкан, он был символом встречи, это уже следующий этап этой динамики, да, был местом обитания и встречи Бога со своим народом. Далее, ну Бог желает еще большей близости. «И слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истина, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн 1.14. То есть, это греческое слово «обитало», оно в своей основе имеет производное от слова «скиния». Понимаете? То есть, этим Иоанн, он хотел показать, что Ишоа, он есть скиния, что он есть наша скиния, и что Бог устраивает эту скиню отношений с нами через Ишоа и в Ишоа. Ишоа, он стал выражением желания Бога обитать среди народа, и как бы здесь у меня тоже я увидел некие образы, знаете, вот если Бог, он, как бы его выражение, внешнее выражение, вот в тех главах, которые мы сейчас изучаем в книге «Шмот», да, это было что? Это была гора, гром, молнии, да, это был столб огненный или столб облачный и так далее, то Ишоа, уже Брид Хадаша, тот же Бог, который не изменился, там он кто? Он владыка, он творец истории, да, он тот, кто выводит народы, тот, кто убирает народы, тот, кто творит историю. Здесь мы видим тоже гору, и мы видим Ишоа, который стоит на горе, да, возле него народ, и он учит этот народ. И Ишоа входит в каждый дом и в грешникам, и в негрешникам, он исцеляет больных, он желает войти, и это тот же самый Бог, Бог Торы, да, он желает теперь войти в каждую жизнь, в нашу жизнь, в твою жизнь, и он, написано, что он стучится, да, он стоит, стучится и ожидает, когда человек отворит ему двери своего сердца. И слава Богу, что так случилось, по его инициативе мы отворили ему свое сердце, и мы здесь. Слава Господу, скажи, поздайте ему славу. Потому что, друзья, это большое чудо, это большое чудо, потому что мы не можем сами к нему прийти, он нас находит, он стучится, и вдруг что-то происходит, и человек отворяет, а многие не отворяют, понимаете. И большое чудо, хотя у каждого есть свой шанс. Но это еще не все, динамика отношений Бога, она идет еще дальше. Вот Откровение, глава 21, увидела новое небо и новые земли, бы прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал громкий голос с неба, говорящий, «Се, скинь Бога с человеками, Он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их». Аллилуйя. Что могу сказать? Аллилуйя. Это хорошая перспектива, друзья. То есть мы видим от начала, с первой главы по последней главе Библии, мы видим, что у Бога есть страстное желание, что обитать со своим народом, иметь отношение со своим народом. И мы видим, что скинь – это один из этапов, да, вот этой динамики огромного желания Бога иметь отношение со своим народом. Это один из его замыслов для нашего мира и для нас. Но мы знаем, что святой Бог, Он не имеет, Он не может по своей самой природе, будучи святым, отделенным от всякого греха, будучи светом, да, будущей, ну, будущей личностью, значит, чистоты, необычайной чистоты, да, Он не может обитать вместе, ну, в одном присутствии, Он не может присутствовать с грешным человеком, потому что это просто испепеляет человека, да, вот, и должен быть путь, должен быть путь к Богу. И этот путь Бог определяет сам, Он устанавливает этот путь, и Мишкан, скинь, показывает именно этот путь, те образы, которые, ну, которые затем Ешо, он, как бы, воплотил для нас уже во время Брид Хадаша. Значит, ну, коротко, значит, сам, именно о Мишкане, значит, само было место выделенное для скиньи, это, я говорю чисто, ну, примерно, то есть, не считая, там, не вдаваясь в теологические подробности, сколько там это было, но примерно это, в общем-то, говорит достаточно точно. Это было место выделено, где стояла Мишкан, это длиной 50 метров, шириной 25 метров, строго ориентированно по сторонам света. Вход, ну, это прямоугольник такой был, вы представляете, да, вот, значит, вход был, здесь был восток, значит, здесь запад, здесь север, здесь юг, вот, значит, и вход был с востока, вход с востока в сам двор, дальше стоял жертвенник, дальше стоял умывальник, умывальница, значит, и дальше стоял сам Мишкан. Мишкан – это помещение, ну, можно сказать, это палатка, вот, которая была создана из деревянных брусьев, ну, которые скреплены между собой, особым делом, именно в этих главах описывается, как они были скреплены, на чем они стояли, значит, длиной где-то 15 метров, шириной 5 метров и высотой 5 метров. Она была покрыта, ну, насколько я понимаю, тремя слоями, значит, тремя слоями. Первый слой – это была украшенная материя, вот, которая изнутри, она просвечивалась, то есть было видно, что именно ее была замена, когда ты входил, да, там были херувимы изображены и так далее. Значит, следующий слой – это был шерстяной такой слой из шерсти, вот, значит, и следующий слой – это были шкуры, вот, значит, насколько я понимаю, красного цвета, да, значит, и все, вот это, ну, достаточно высокая такая палатка, вот, которая состояла из двух отделений, значит, первое отделение – это святое, значит, ее отделяло от, соответственно, двора завеса, и внутри еще одно помещение было, значит, святое святых, две трети – это занимало святое, значит, примерно 10 метров, да, и 5 метров – это было святое святых, где находился ковчег, в котором находился жез, расцвечивший жез Аарона, горшочек с манной, и скрижали, значит, где было десятисловие, вот, значит, на котором было начерчено десятисловие Божье. Значит, и это, значит, именно через эти образы, через эти образы, ну, для народа того времени это было не просто образы, да, вы же сами понимаете, это был путь, это был реальный путь приближения к Богу. Вот человек, он ходил, значит, ну, вне скини, он находился вне скини, человек, значит, он, понятно, что он, случалось так, что он грешил, вот, но у него внутри, значит, было огромное желание иметь отношение с Богом, потому что по-другому оно быть не может, понимаете, особенно, когда ты видишь славу и присутствие Божие, значит, у человека оно заложено внутри желание иметь отношение с Божьим. Не только Бог хочет общаться, но и человек хочет общаться с Богом, и написано, ибо мы созданы для этого, да, в книге «Деяния» написано, что мы созданы для того, чтобы искать его, ибо мы им живем и движемся и существуем. И в другом месте написано, что он вложил вечность в сердца их. Человек, который задумывается о вечности, да, он будет искать источник этой вечности. Вот, поэтому внутри человека всегда есть желание искать Бога. Другое дело, чем он заполняет это желание, это уже другой вопрос, да, но это желание, оно заложено изначально. Вот, и, значит, Бог устроил этот путь, опять же, я, значит, еще раз уточню, что по своим правилам, значит, по своему чертежу настроил человек, он устроил этот путь приближения к нему. И для того, чтобы приблизиться к Богу, я говорю очень быстро, вы сами понимаете, здесь, это же каждый элемент, здесь можно проповедь говорить. Я просто говорю именно, как бы, ну, для того, чтобы, может быть, кто-то, ну, я знаю, что многие читали, многие слышали множество проповедей на эту тему, но повторение, оно никогда нам не помешает. Вот, и так, надо было войти для того, чтобы приблизиться к Богу, значит, во-первых, туда человек уже входил уже с покаянием, то есть он уже раскаялся в своих грехах и так далее, да, вот, значит, туда он приходил, значит, как бы в отделенное место, то есть это как бы место, которое было отделено для Бога, да, вот, и всегда должно быть в жизни верующего человека, в жизни у народа, всегда должно быть отделено место для Бога, да, или тайная комната, или вот здесь, вот это вот, это уже храм, да, это место, которое отделено для Бога, Святое место. И дальше человек приходил к жертвеннику, который говорил ему, и все, что мы будем в дальнейшем это дело все с вами изучать и повторять уже в который раз во время изучения Торы, и приносилась жертва, благодаря которой человек получал прощение и покрытие своих грехов, и он мог общаться, теперь он мог иметь общение с Богом. Внутри самого помещения, куда постоянно, ежедневно ходили священники, доступ имели только священники, там находился стол для хлебового предложения, там находился светильник минора, и находился жертвенник для курения, которые олицетворяли собой, опять же это образы, можно множество увидеть образов в этом деле, которые заботу Бога, Его свет для нас, и молитвы святых, которые восходили к Богу. И они же напоминали или говорили народу, и сам жертвенник, и все, что находилось в святом святых, напоминало народу о том, что его ожидает в будущем, то есть именно тот свет, который придет к народу, значит хлеб, сходящий с небес, который придет и благодаря которому народ Божий, он будет спасен. И уже в самом внутри находилась святая, в святом святых находился ковчег, который обычно в храмах того времени, в египетских храмах других народов, там обычно находились изображения их божеств, да, а здесь не было изображения божества, потому что Бог, он категорически запрещает себя изображать, здесь просто находился, условно говоря, ящик. Ну, согласитесь, что как бы непонятно, зачем поклоняться ящику, да, вот, поэтому Бог, он и здесь остался верен себе, он просто, это было место, это было место, которое не просто, как бы поклонение, это было место присутствия Божье и напоминание народу о том, что Бог, он правит, да, Бог, он являет чудеса и знамения своего народа, Бог, он заботится о своем, о своем народе, и Бог определяет, как этому народу жить, ну, я имею в виду, и описываю жезл, значит, описываю скрижали и описываю, значит, горшочек с манной. Итак, таким образом, все говорило о том, что есть святой Бог, да, есть грешный человек и есть путь приближения грешного человека к Богу, то есть Бог, он желает общаться и он все делает для того, чтобы состоялось это общение. Ну, вот, что хочется сказать, то, что я увидел, понимаете, я, вот, если мы посмотрим динамику книги Шмот, да, если мы увидим, вот, сам, сам исход, да, давайте посмотрим, исход, потом дальше явление, народ вышел, явление чудес и знамений, дальше Синай, встреча, желание Бога встретиться со своим народом на горе, да, чтобы, ну, народ увидел своего Бога, чтобы понял, ну, образно, ну, хотя бы понял, какой он великий, значит, и прекрасный Бог. Ну, эта встреча не состоялась, то есть зашли, мы помним, только Маше и его, значит, и 70 старейшин. Дальше, дальше заключение, дальше получение закона, получение Торы, значит, и заключение завета, скиния, ну, на этом, мы же понимаем, на этом все не заканчивается, да, Бог создал скинию не для того, чтобы просто встречаться там с народом, ну, и встретились, ну, и хорошо, и дальше пошли. Нет, было, у Бога была, значит, задумка, было, опять же, динамик, было движение, это все, оно все служило для того, чтобы народ, что он исполнил свое предназначение, быть священниками Бога Живого, двигаться дальше, идти в пути, достигнуть земли бетона и там являть святость своего Бога, являть праведность его, его чистоту окружающим, окружающим народом и приводить эти народы к Богу. Это была задача народа Божьего, поэтому скиния, это был инструмент, это был инструмент, которым Бог, с помощью которого Господь, Он обитал среди своего народа, с помощью которого народ мог приближаться, и вообще Бог, Он просто мог находиться среди своего народа и быть вместе с народом, и двигаться вместе с народом по этому пути, понимаете, движение, То, что я увидел, это движение, не просто скиния, стоящая на песке, это народ, двигающийся вместе со своим Господом к определенной цели. Понимаете, динамика. Я увидел огромную, огромную динамику в этом. И вы знаете, это также мне напомнило, как бы, ну, жизнь, нашу жизнь, именно как людей, верующих, да. То есть, эта же динамика, она присутствует и в нашей жизни. Мы все совершаем исход. Аминь. Значит, Бог являет нам чудеса и знамения. Аминь. И самое главное, главное не задержаться на этом. После исхода что? Не быть почвой, которая брошена на каменистую, не быть почвой, которую брошена на вот это вот зерно, не быть каменистой почвой, вот что я хотел сказать. Понимаете, не уйти, потому что, понимаете, это в этой динамике я видел, что многие, как бы, они теряются, да. И мы, когда приходим, допустим, в общину, мы видим там, вот, были люди, нету людей, да. Вот, потому что люди теряются, то есть, вышли, но, что, не пошли дальше. Увидели чудеса и знамения, классно. Стали, что делать? Искать чудес и знамений. Нету чудес и знамений, ну, что-то не то, что-то, как бы, это, вроде бы и не так, и неправильно это, да. Вот, то есть, потом дальше встреча, встреча с Господом на горе Синной. Бог, Он обязательно хочет, чтобы мы не только видели Его чудеса и знамений, чтобы мы пережили Его, чтобы мы понимали, кто Он для нас. Я не знаю, я очень пережил это в своей жизни, я полтора года молился, понимаете, чтобы Бог, Он именно, вот, как бы, показал меня себе. То есть, будучи верующим человеком, много зная и понимая, читая, я понимал, что я не такой, я еще не встретился с Ним, еще не пережил еще с Ним эту встречу на горе Синной. И однажды Он явил меня, ну, явил, это было очень прозаически, вот, значит, но, тем не менее, Он просто укрыл меня, я понял, я пережил эту встречу, я был на горе, понимаете. Хотя, в этот момент я просто находился на улице и гулял свою собачку, но я пережил его, я никогда не забуду этого переживания. Ну, вы понимаете, этого тоже мало, это не гарантирует нам дальнейшего нашего успешного пути, я имею в виду пути христианина, да, пути верующего, верующего человека. Почему? Потому что 70 этих старейшин, они были, они пережили, но прошло время, и они вместе с Кореем, там, значит, это, ну, короче, значит, выступали уже против Моше, да, и против Божьего, против Божьего правления. Это тоже еще не все, да, вот, и далее, значит, получение, получение, значит, закона, да, завета, вступление в завет. Да, это классно, это необходимо, без этого нельзя, понимаете, но с этого только все начинается, это как свадьба, да, свадьба, это же завет. Вот, и обычно сказки не заканчиваются на этой свадьбе, а на самом деле все начинается, они говорят, и жили недолго и счастливо, да, 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 там все было недолго и счастливо, понимаете. Вот, и очень, и очень важно, значит, и очень важно, чтобы вот этот путь, который начинается, да, чтобы он был действительно правильным, чтобы он был счастливым, этот путь, чтобы, несмотря на все, это все происходило, вот, и дальше скиния сама, дальше вот это вот пребывание, пребывание человека вместе с Богом в этом пути. Дальше путь, понимаете, опять, опять, так, я неправильно говорю, да, опять тот же самый путь, вот, то есть движение, движение, динамика, динамика, друзья, у нас тоже есть предназначение. Мы предназначены быть царством священников, аминь, мы призваны, мы призваны возвещать превосходство, призывавшего нас из тьмы в чудный свой свет, приносить различные жертвы духовные. Мы призваны еще больше динамики, когда мы вслушиваемся то, что говорит нам Ишо, он говорит, идите, да, и научите, значит, чтобы народы, чему я вас научил, чтобы они были моими учениками, не просто, чтобы они были теологически образованными, кое-что понимали, разбирались в Библии, нет, чтобы они были учениками, чтобы они делали, делали то же самое, что я делаю, да, и вы должны это делать, то есть вы должны двигаться, и это возможно, это движение в этом пути, друзья, оно возможно только тогда, когда с народом есть скиния, как скиния, она была с народом Божьим, да, и только когда народ был, значит, когда присутствие Божье было среди народа, да, когда Бог был среди народа, тогда были что? Победы, тогда был успех, так, и мы сейчас, мы имеем эту возможность, Идя по этому пути, который Бог предназначил для нас, друзья, и не будем забывать, что мы есть люди пути, вообще первых христиан, их поначалу, когда еще не называли христианами, их называли люди пути, движения, динамики определенные, понимаете, не стояние, потому что слово говорит, что если ты стоишь, ты уже упал, все, ты должен идти, то есть вот это движение, то есть движение народа вместе со своим Богом, скини это, понимаете, и сейчас, если мы говорим о скини, то для меня, допустим, вот скини, понимаете, это, это есть, понятно, что это ешо, вот, но это так, это духовно, да, а на самом деле это тело мессии, скини это тело мессии, которое движется, да, которое исполняет волю, которое наполнено мессией, которое наполнено его духом, да, которое, оно за счет различных склятей, оно постоянно возрастает, и оно выполняет, и оно выполняет свою миссию, понимаете, то есть миссию, вот, возвещать превосходство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, нести Евангелие, эту миссию изменения окружающего мира. Народ, он хочет, конечно, он хочет изменить мир быстро, он хочет изменить мир достаточно революционно, понимаете, и так далее. Время сейчас такое, чтобы быстро сделать и получить результат. Но слово нас учит о том, что мир, он меняется постепенно, мир, он меняется только по мере того, как изменяемся мы, как изменяется его тело, и насколько активно тело Мессии. Тело, я имею в виду тело Мессии. Поэтому то, что я увидел, именно тот образ скини, это движение Божьего народа вместе со своим Богом, к той цели, которую Бог предназначил для своего народа. И да благословит нас Господь на этом пути, да благословит вас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok